В это неспокойное время особенно важно помнить о событиях, благодаря которым нацизм и фашизм уже однажды были побеждены. И, конечно, о настоящих героях, которые, не пожалев себя, отстояли Отечество. На площадь Победы в Минске обычные люди приходят просто поклониться. Среди них политик, общественный деятель Алексей Журавка. Он давно живет в Москве, но украинец по происхождению. В эти дни, когда на родине проливается кровь, в Минске в гостях у знаменитого белорусского паралимпийца Алексея Талая вместе пришли к обелиску. Мир вокруг нас меняется. Кто-то, как и прежде, желает всеми руководить и властвовать над всем миром. Все мы, наши братские страны, единым порывом на сохранение нашего единого поля, единого Отечества должны действовать. Здесь мы, белорусы, там, на востоке, россияне. Те здравые силы, которые сегодня работают в Европейском Союзе и за океаном, должны сегодня хорошенько подумать, чем может закончиться конфронтация и очередная попытка завоевать весь мир. Зеленский обманул народ. Зеленский продался заокеанским так называемым партнером. А с дьяволом в карты не играют. И мы получили результат. По большому счету, Украина нужна как таран против Белоруссии и России. Американцам, Англии нужны ресурсы и больше ничего. А мы, как народ для них, это назовем так рабы, мы видим, что они с Украиной сделали. Ни денег нет, ни помощи нет, ни производств нет, экономика убита. Зато на войну дают деньги. Вот я против войны. И Белоруссия против войны. И Россия. И спецоперация эта, по большому счету, она сегодня говорит о дно. Мы пришли, чтобы остановить войну. О событиях на Украине политик говорит с болью в сердце. И сам побывал на Донбассе. Говорит, знает, что творят нацисты. Потому так ценит вклад Белоруссии в урегулирование ситуации. Альтернативы этой площадке, уверен, быть не может. Огромное спасибо Лукашенко. Он спас страну от той трагедии, которая у нас произошла. За 8 лет у нас разрух. В конвульсиях умирает страна. Англия и Америка убивают народ. И чем больше погибнет украинцев, тем лучше для них. Поэтому эта площадка, она и сегодня необходима. После деноцификации и после того, как мы уничтожим этого коварного врага, а он есть, придется сегодня искать ту площадку, которая будет объединять. Создавать новую целостность, умиротворение и нести мир. Кто это может сделать? В Белоруссии очень много родственников с Украины. Это родственные корни. По мнению политики, сегодня крайне важно бороться за умы, особенно молодежи. Чтобы будущее поколение без искажения фактов понимали, что было в далеких 40-х и что происходит сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова